и нет теоретического основания ожидать гетероскедастичности, значит не надо туда значит не надо вот, единственное, что еще может быть полезно для борьбы с гетероскедастичностью ну не борьбы, это несколько заданий давайте вот так вот в меры борьбы пишем сюда значит вот, взятие логарифма рабасные стандартные ошибки давайте сюда еще одну вещь впишем которая, кстати, вам может пригодиться потому что это все-таки борьба такая ну, задать другой вопрос задать данным другой вопрос задать... x, 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 x нет, 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 ну сейчас я поясню задать данным другой вопрос что я имею ввиду? смотрите мы исследуем мы исследуем зависимость среднего, да, то есть мы... а, слушайте, а поставьте пока еще пакет... я что-то не говорил, поставьте... я просто минуту сейчас эта мысль пришла в голову, что вам это полезно и клиенту это может быть даже приятнее интерпретировать давайте поставим пакет квант-рек у меня он уже есть а вам надо поставить у меня пакет, да? да, вот, квант-рек в чем смысл? вот давайте я поясню, что значит задать данным другой вопрос представим себе ситуацию идеальной гетероскедастичности представим себе вот идеальная гетероскедастичность то есть зависимость линейная, это не какой-то обман вызванной неправильной спецификации здесь иксы, здесь игрики, вот она гетероскедастичность, вот здесь разброс маленький, здесь побольше, здесь совсем громадный, да? мы задаем вопрос, давайте выясним, вот какой вопрос мы задаем, когда строим МНК мы задаем вопрос, а давайте выясним уравнение вот этой прямой, которая посередине проходит, правильно? да а вместо этого можно задать другой вопрос а давайте, например, выясним уравнение... слушайте, а у нас есть цвет, кроме зеленого? да, все о, спасибо, Алиси другой вопрос, который мы можем задать к данным ой, кстати, Тимур, а когда можно все-таки прийти и часов полтора посидеть с тобой с кейсом два? потому что я там многого не понимаю и не могу можно завтра хорошо, во сколько? в принципе, в любое время ну ты скажи, потому что я-то, у меня там есть, там, мне надо рецензии писать у нас, у меня, опять, по-моему, начинается занятие, поэтому можно в 4 или в 5 хорошо, ну давай где-то, ну, давай сейчас звоним либо в 3 в 4 ну, давай, чтобы в 2 раза не ездить, давай лучше да, я думаю, в 3 в 4 хорошо вот, значит, можно задать какой вопрос а давайте, смотрите, выделим вот эта линия, она посередине проходит и мы ее искали, а давайте вместо этой линии, то есть, что показывает эта линия ну, вот если это, например, зависимость как бы, что вообще, на какой вопрос мы отвечаем мы ищем средний, как в среднем зависит цена бриллианта от массы, правильно? да а мы можем задать другой вопрос мы можем задать вопрос, как зависит цена от массы для 10% самых дорогих бриллиантов и можем задать вопрос, то есть, как вот зависит цена у элитных бриллиантов от хотя бриллианты такие элитные, наверное, как и милин да, бывает, бывает бывает, да? ну, как, девушка, хорошо да, вычискатающая история для элитных да то есть, делать под группу, да? группа на 2 части да, мы не будем делать, мы не будем сами делить на 2 части ну, скажем, ну, вот же данные давайте выясним уравнение вот этой ну, вот он плохо пишет ну, по-моему, видно вот, давайте выясним уравнение вот этой прямой вот эта прямая отбирает, как бы, 10% выборки ну, может, не 10 у меня на графике, но отдельно так соответственно, отбираем 10% самых дорогих и для них строим линейную зависимость отбираем 10% самых дешевых то есть, внизу-то не будет, как раз, да? внизу не будет надведений, если самый дорогих но где цена? x или? y а, y, да? y всегда можно отобрать 10% самых дешевых ну, вот эти вот 10% отобрать вот эти 10% отобрать да и построить и у меня будет соответственно, я к данным задаю другой вопрос я задаю не как в среднем цена зависит от массы а я задаю вопрос, как спасибо, Тимур как для 10% самых дорогих бриллиантов цена зависит от массы и как для 10% самых дешевых цена зависит от массы окей? это другой вопрос целевая функция будет другая понятно, что можно задать вопрос как там у 30% или у 25% понятная идея и это интерпретируется просто у нас будут разные уравнения одно уравнение будет вот это показывать другое вот это это называется квантильная регрессия то есть тот, что подпакет называется квантрек квантайл регрессион это называется квантильная регрессия то есть мы вместо того, чтобы объяснять как эта линия проходит и проявлять гипотезы про нее забиваем на эту линию которая по центру и говорим ну и ладно у нас есть гетеровская досичность так мы будем с ней бороться Просто вот учитывая, что зависимость для 10% самых богатых, для самых дорогих бриллиантов и 10% самых маленьких бриллиантов разная. То есть, по сути, вы определили фактор, который делит на две части, да? Нет, я не определил, какой делит на две части. Я сказал, что я по цене делю. 10% делили, получается. И считаете, что там и там? Ну, давай посмотрим. Еще раз, но я не сам делю. Я просто пишу то же самое. А он именно квантильным так выбирает? А, квантильным. Какая функция? В обычной функции, соответственно, чем квантильная отличается? Значит, в обычной функция какая? В обычной сумма у-крытая минус у-крытая с крышкой в квадрате, да? Мининизируется по бет с крышкой. Это обычная. Это регрессия среднего. Да, это регрессия среднего. В квантильной регрессии тоже самая функция потери некая. То есть, сумма, ну, как бы, значит, давайте я напишу, ну, некий лост, да? Давайте напишем, л от у и т минус у и т с крышкой. Сумма минимизируется. Но вот эта функция потерь, ну, то есть, идея та же самая. Минимизируется сумма, но не сумма квадратов, а функция потерь здесь немножко плохая. То есть, если для регрессии среднего вот эта функция потерь, л от у, это у квадрат, мы минимизируем сумму л от у и т минус у и т с крышкой. Вот. Получаем обычную регрессию. То есть, с одной стороны, вот общая форма такая же, но функция потерь здесь выглядит таким шаманским образом. она выглядит, как л от у равняется тау на у при у больше нуля и один минус тау на минус у при у меньше нуля. То есть, отрицательные и положительные остатки приобретают разный вес. Там на минус у умножать? На минус у при у. Ну, функция потерь должна быть все время положительной. Это же потери нас не устраивает и несовпадение в плюс, и несовпадение в минус. Поэтому л от у должно быть всегда больше нуля. И если у положительна, то это некий коэффициент тау, помноженный на у. А если коэффициент отрицательный, то надо брать минус у, чтобы функция была положительной в результате. Да. Вот, нормально, минус у. Ну, можно, конечно, писать тау минус один, но... То есть, если на графике рисовать функцию потерь, я не знаю, так низко видно? Да, да, видно. А, вот, соответственно, здесь функция потерь. Вот если это у, это величина ошибки прогноза, то функция потерь у обычной регрессии вот такая вот. Чем больше ошибка прогноза, тем сильнее потери, прям вот, квадрату растут. А здесь функция потерь выглядит как-то вот, условно, там, здесь, скажем, большие. Скажем, мы плохо относимся к отрицательным ошибкам в прогнозе и, ну, достаточно гуманно к положительным ошибкам прогноза. Это у, это л от у. Какая? Что? Переоценить лучше, чем недооценить? Ну, да, и это позволяет как раз... Выбор Тау – это выбор квантиля. То есть, смотри, если Тау, скажем, большое, что означает большое Тау? Большое Тау – это означает, что мне критичны ошибки в плюс, да? Ну, то есть, это означает, что если ошибка, если... Нет, давайте посмотрим еще раз. Если я вот так записал, ну, тут надо обратно... Смотрите, если Тау большой, допустим, Тау 0,9, то что это означает? Это означает, что когда Игрек и Т больше, чем Игрек и Т с крышкой, то у меня сюда войдет большое число, да? А если, ну, давайте мысленно представим себе, что Тау равно 0,9. Тогда какая для меня ошибка лучше? Для меня лучше ошибиться в плюс или в минус? Игрек с крышкой для меня предпочтительнее, чтобы был больше Игрек, или чтобы Игрек с крышкой был меньше Игрек? Тау равно 0,9 минус. Да, то мне выгодно, чтобы... Ну, смотрите, вот из Тау равно 0,9, и, допустим, я ошибся на 1. Что лучше, ошибиться на 1 в плюс или на 1 в минус? Ну, то есть, что лучше, чтобы вот эта разность была положительной или отрицательной? Если эта разность будет положительной и равной единичке, то я получу 0,9 на 1. А если эта разность будет отрицательной, то я получу 0,1 на 1. Правильно? Соответственно, при Тау равном 0,9, вот такая штрафная функция, при ее минимизации, большее количество остат, большее количество вот этих сумм будут положительными, правильно? Потому что положительные меньше вносят вклад. А раз большая часть будет положительной, то это означает, что Игрек с крышкой, средний меньше Игрека. Да. Окей? Амада? Да. Только вы сказали 10%, это на самом деле, я имею в виду как пример, да? 10%. Что, 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 что 10%? Было сказано там, 10 вверху, 10 вверху, это пример, но на самом деле сможет каждый, каждый вклад. Какой я закажу? А-а-а. Мы заказываем? Мы заказываем. Хочу 10% самых таких. Вот это Тау, это или заказ. Но если мы закажем 0,1, то для нас будет выгоднее положительным. Закажем 0,9, будет выгоднее. 0,1, это значит... Это и есть, это и есть вот этот квантик. Самый нижний, да? То есть вот там, Тау, это на самом деле, да. А если 0,5, то 50 на 50 поделит. Да, то мы получим примерно ту штабовую линию, что и здесь. А-а-а, даже да? То есть он все учтет? Да. Или он учтет только те, кто... Те, кого мы закажем. А-а-а, ты же, да. Если мы указываем 0,1, он строит только для 10 самых бедных? Да. А-а, вот так. То есть мы можем узнать все результаты для 10 самых бедных? И для 10 самых богатых. Отлично. Все. А если мы с 9, то это верно, да? Да, синтаксис точно такой же. Только мы указываем... Давайте, кстати, возьмем лучше, вернемся к Нилу Грифмирову. Чтобы там увидеть разницу. Потому что здесь мы разницу почти не увидим. Там неинтересно будет.